Всем привет, с вами Лешан Пентусевич и я бы хотел вам рассказать про тему молитва. Это очень интересная тема и очень важно для каждого человека ее знать, поскольку через молитву мы получаем благословение от Бога. Мы все, что мы хотим, можем через молитву получить. Эта тема молитвы это не вещь, которую придумали сегодня, не вчера. Это уже много лет люди молятся Богу и когда у них есть какие-то проблемы, они обращаются к Богу. И вопрос, кто был первый человек, который додумался до этой идеи выйти на улицу, посмотреть на небеса и начать молиться Богу? Кто это был первый человек? На протяжении многих лет самые великие люди, они молились Богу. Это начинается Авраама Вину, наш праотец. Он молился Богу, вот первое упоминание, что он молился Богу, это было, когда пришли ангелы к нему домой. И Бог ему сказал, что он собирается перевернуть с дома Амору. Авам, когда он услышал это, он не хотел, чтобы город разрушался. Написано, что он начал молиться Богу и просить у него, умолять его, чтобы не перевернули город. Чтобы он посмотрел, а может быть там есть праведники, которые в их заслуге, за счет их заслуг город не был перевернут. И так было пару раз, пока Бог ему говорит, что я проверил весь город, там нет ни одного праведника и был город перевернут. Еще один пример к тому, как великие люди молились, это был праотец Ицхак. Написано, что Ицхак, когда Эльезер с Ривкой, они подходили к шалашу Авраама, то написано, что Ицхак вышел в поле и молился Богу. Это было посередине дня. И о чем он молился, никто не знает, не написано. Но мы знаем тот факт, что он вышел в поле и молился. Скорее всего, он молился, может быть, чтобы он получил хорошую жену, что он женился удачно. И так и было по-настоящему. Он женился на Ривке, которая была праматерь. Через нее родился Якова Вину, что он был третий праотец. Который, кстати, тоже он молился. Написано, что когда он убегал от Исава, он пошел к Лавану, там много лет жил. Потом он, когда возвращался, он услышал, что Исав и еще 400 человек, воинов, идут к нему воевать с ним. И написано, что Якова Вину, конечно, он и подготовился с военной точки зрения, тоже он подготовился там с подарками. Но самая главная вещь, которую он делал, он начал молиться Богу. И сказал Богу он, что даже если он не заслужил за свои поступки, что Бог его спас, но все равно пусть Бог его помилует и спасет его. И так и было. Бог, по-настоящему, спас Якова. И не только что Исав, он не навредил Якову. Написано, что он даже обнял его и поцеловал. Вот мы видим, какая сила молитвы есть. Но все эти великие люди, они молились. Это было более 3000 лет назад, даже 4000 лет назад. Но кто был первый человек в мире, который молился? Ответ на это, это был Адама Ришон, первый человек. 5783 года назад Адама Ришон, он был первый человек, который начал молиться Богу. По какому поводу это было? Это было по поводу дождей. Что хронол появился на свет и появились остальные животные. Нужно было как-то кушать, чем-то питаться. Вот. И чтобы питаться чем-то, нужно, чтобы росло там фрукты, овощи и так далее, растения, чтобы росли. Но они не росли, поскольку не было дождей. И Адама Ришон в то время он помолился, чтобы пошел дождь и так и было. Дождь пошел и земля стала плодотворной и было всем, чтобы есть и кушать. Что мы видим со всего этого? Мы видим, как даже самые великие люди, основы нашей нации, они молились Богу во время, что у них были какие-то проблемы или другие вещи. Давайте по этой традиции мы продолжим ее. И когда у нас какие-то проблемы или когда мы что-то хотим, будем обращаться к Богу и молиться к Нему. И обязательно Он нам ответит. Субтитры создавал DimaTorzok